я работал на многих автобусов я также работал на лиазах которые тоже коробка автомат но здесь гораздо комфортнее управление удобные то есть сенсорная коробка автоматом вот просто нажал отличаются эти автобусы больше безопасностью так автоматика не даст машине тронуться с места если двери открыты сменить паз на масс словно пересесть из бюджетного автомобиля в роскошный мерседес говорят водители здесь кстати даже движок одноименной немецкой марки есть непривычная для пассажиров аппарель маме с коляской или инвалиду теперь не составит труда сесть маршрутку практически исчезли все жалобы но не только сведение автобусов но со сменой получается перевозчика в час пика вместимость естественно больше и люди уезжают уже на работу уже не задумываясь влезут они войдут в автобусе или нет два новеньких автобуса перемещаются по межмуниципальному маршруту номер 104 один с апреля второй с начала августа впервые в контракт на перевозку пассажиров было включено обязательное условие о низкопольных автобусах пока это коснулось только 104 маршрута но в будущем и у городских перевозчиков не останется выбора политика области такова что совсем скоро получить госконтракт смогут только владельцы подобного транспорта судя по тем документам которые предоставляются в агентство по тарифам и ценам и перевозчики в городе архангельске говорят об увеличении тарифа мы понимаем что тариф на сегодня который установлен он позволяет приобретать именно такого класса автобусы а если частники с пазами перестроиться не захотят то кто знает возможно на рынок архангельских пассажирских перевозок зайдут игроки из других городов говорят питерским а московским перевозчикам в родных пенатах стало тесно ирина ившина александр кузнецов архангельское телевидение депутат и а 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 Продолжение следует...